Интервью с казахстанским политологом и общественным деятелем Арманом Шураевым. Как вы оцениваете инициативу Казахстана о предоставлении переговорной площадки главам МИД Азербайджана и Армении в Алматы? Думаю, этой важной инициативе Казахстана предшествовала довольно кропотливая работа с обеими сторонами конфликта, и весьма примечательно, что предложение президента Такаева было принято в Баку и Ереване. Помимо того, что Казахстан является нейтральной, равноудаленной страной, я бы отметил еще и то, что Азербайджан считается нашим стратегическим союзником и тюркоязычной страной, с которой Казахстан связывают прочные добрососедские и братские узы. В то же время Казахстан был и остается серьезной площадкой для переговоров регионального и мирового уровня, что делает его достаточно предсказуемым миротворцем, способствующим урегулированию разного рода конфликтов. По вашим оценкам, смогут ли стороны продвинуться в Алматы в мирной региональной повестке? Как мне кажется, стороны смогут продвинуться к той мирной повестке, которую предлагает Баку, так как нынешний расклад сил в регионе далеко не в пользу Армении. С другой стороны, как известно, худой мир лучше доброй ссоры, и даже после самых больших войн наступает время собирать камни, садиться за стол переговоров, решать вопросы. Как вы расцениваете нынешнюю внутриполитическую ситуацию в Армении, точнее протесты оппозиции и армянской церкви? Внутриполитическая ситуация в Армении на фоне сплошных поражений остается очень сложной, и скорее всего, будет и дальше осложняться. В этой связи я не исключаю любые сценарии, вплоть до кс-переворота. Церковь всегда играла существенную роль в политических процессах в Армении, но в то же время я думаю, что армянское духовенство и оппозиция прекрасно понимают, что невозможно повернуть время и историю вспять и тем более вернуть Карабах, будь то военным или иным способом. При любой такой попытке реванша со стороны оппозиции и церкви или нынешних властей в проигрыше будет вся Армения, причем в этом случае под вопросом окажется существование армянской государственности. Армянам не стоит забывать, что и реван – это древнеазербайджанская земля. Могут ли быть попытки вмешательства со стороны армянских диаспор в США и Франции во внутриполитическую ситуацию в Армении? Франция и США являются местом компактного проживания огромных армянских диаспор, которые играют значительную роль во внутриполитической повестке этих стран. И такие попытки нельзя исключать. Однако важно, что для самих французских и американских властей нет смысла дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Армении, когда у власти находится Пашинян, демонстрирующий полную лояльность Вашингтону и Парижу. Допускаете ли окончательный разворот Армении на запад? Армения хотела бы развернуться на запад, но географическое расположение страны, которая окружена странами, мягко говоря, не совсем дружественными, вряд ли позволит ей это сделать. Так что Армении необходимо в любом случае поддерживать добрососедские отношения с Азербайджаном, Турцией и Россией, и единственное верное решение для нее, это принять нынешний региональный расклад и уже исходя из этого строить свое будущее. В Ереване должны осознать, наконец, что на кону суверенитет и будущее самой Армении.